Андрей, привет. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет и где ты находишься? Мне 51 год, сейчас я нахожусь в Анапе. Слушай, очень молодой голос у тебя. Ну, у меня такая особенность, да, у меня все, кто не видел меня, не верят, что голос такой молодой, а наружу-то я уж, конечно, не молоденький. Понятно. Вот ты как давно переехал в Анапу и откуда? Если быть точным, то в Анапе, мы в Анапу не переехали, я это называю, мы в Анапе зависли. Зависли мы с июня, вот, в общем, думали, что в Анапе проведем только лишь каникулы с июня по май. Ну, вот так вот получается, что живем с июня прошлого года уже 7 месяцев. А изначально, получается, мы уехали из Перми на юг, переехали в Ростов-на-Дону. Вот с Ростова-на-Дону прожили 10 месяцев и решили, что с весны поживем лет в Анапе, а потом, так сказать, и так вот получилось, зависли в Анапе, короче. О, слушай, а можем поговорить и про Ростов, и про Анапу? Да, можно хоть про Ростов, хоть про Новороссийск, хоть про Краснодар, хоть про Анапу, хоть про Лисью. Давай начнем с того, что вот все-таки причина переезда это как? Какая? Косточки погреть? Причины было, в принципе, две. Одна причина это была из-за меня. Как говорит моя мама, пяток жареный в жопу клюнул. Вот, короче, мне, я всю жизнь родился и прожил в Перми, и вдруг, короче, мне где-то, получается, после 45-ти вдруг, не знаю, вот прямо так накатило, надоело, короче, вот это, холод, слякоть. И у меня еще появился, ну, врачи говорят, хронический бронхит. Короче, как наступало вот эти похолодания с осени, я до самой весны, короче, беспрерывно кашлял. Беспрерывно жрал таблетки, беспрерывно сиропы от кашля, только перестаешь, значит, их есть, у меня кашель усиливается. И они мне, придешь к курчу, она мне там, новые таблеточки вышли, ну, попробуйте этот, ну, попробуйте этот, короче. Вот такая особенность. А вообще, как бы, получается, таким толчком, значит, вот мы жили тоже в Перми, у меня у сына, сыну, получается, так, ребенок номер 4, получается, нет, ребенок номер 3 мой. В общем, ему, сейчас ему получается, сколько, так, надо, блин, всех считать, 10 лет ему? Ну, тогда ему было, по-моему, лет, наверное, 5, и у него появилась астма. Тоже вот кашель стал, задыхаться, вот, ну, выяснили, поставили аналы, эти анализы, то есть вот эти все тесты, ну, в общем, астма. И врач сказал, что нужно ездить, посоветовал, чтобы обострения не было. Летом, говорит, едьте в Анапу, я советую в России. Ну, вот я жену один раз отправил, один год, получается, я их отправлял на больше месяца в Анапу. Они у меня один раз ездили, потом второй раз ездили, вот, тоже больше месяца. И, по-моему, то ли на второй, то ли на третий раз, что-то у меня сейчас уже, это, так, стерлось маленько. Я к ним приехал под конец, скажем так, отдыха на две недели. Сам я очень давно тоже на море не был, только в детстве. И у меня вот как-то вот это, ну, когда приезжаешь в Анапу еще в хороший климат, вот, солнышко, море, короче, меня торкнуло тут. Вот, я еще прилетаю, потом, они остались еще здесь на неделю, я прилетаю домой, из Перми в аэропорта выхожу, там холод, идет дождик, короче, я там в этих шартанах, в кофте накинул. И у меня, в общем, все, я, жена потом, когда прилетела, я говорю, все, говорю, я хочу на юг, короче. У меня возникло вот такое желание, говорю, смотри, говорю, вот, Александр, он действительно, когда стал ездить в Анапу, у него, вот, он все нормально, кашля не был, он не задыхался, и зима проходила легче. Я ей говорю, смотри, вот, видишь, как, говорю, нам юг нужен, что, вот, астма, там, у ребенка, там, и я хочу, говорю, просто на юг, вот так вот. Ну, и постепенно, то есть, стал ее к этому делу склонять. И склонил, в конечном итоге, да? Да, но это заняло три года, три года заняло. Она у меня вообще не хотела переезжать, не хотела я ее убалтывать, потом мы, значит, вот эти изучали города, куда переехать. И еще последний год у нас мы, такая у нас была родительская ошибка, у меня еще есть сын Алмаз, вот, ему тогда было шесть лет, когда уже за годы переезда, мы решили, что он доходит в садик один год, и мы уже первый класс переедем, пойдем на юге, вот. И мы еще год, так сказать, организационно дохаживали, я там пытался уже дела все на дистанционной перейти свои, и, ну, так уже планировали все такое, вот. А можешь сказать, чем вот ты занимался в Перми? Ну, скажем так, я самозанятый, у меня дела такие, я не наемный работник, такой свой, как бы, бизнес, вот такое. Ну, знаете, как сказать, в области, скажем так, консультации по кредитованию, по недвижимости, вот такие. О, понятно. А то хорошо, что ты уточнил, потому что у нас, если не говоришь, подписчики сразу начинают думать всякое плохое. То есть у тебя есть возможность дистанционно, да, это вести, как ты понял? Ну, да, то есть у меня был бизнес, то есть я, когда переехал, то есть уже заранее спланировал, то есть у меня остался, попросил помогать мне сыну, то есть там доверенность ему сделал, туда-сюда. То есть сейчас все же через электронную подпись можно вот это, почта, документы, все дела обмениваться и все такое. И там, где надо лично присутствовать, он уже приходит, у меня по доверенности работает. Ага. Расскажи, ты вот продавал квартиру в Перми? Да, да. Можешь вот поделиться, за сколько продал и купил ли ты в Ростове, если купил за сколько? Ну, мы в Ростове не покупали квартиру, смотрите, то есть мы... Вообще, когда мы решили, что мы приезжаем, у нас, кстати, из родственников никто не верил. Все, знаете, смотрели на нас, как таких маленьких, знаете, ну, какая-то блажь у них. Ну, мечтает и мечтает, короче, типа такого, знаете. У меня, короче, брат поверил, что мы переезжаем где-то за полгода только. Ну, когда я реально сказал, что все, говорю, вот мы вот дела заканчиваем, когда он вдруг осознал, ну, он поверил. Потом, значит, ну, мы родителям сказали, родители у жены вроде тоже, как сказать, выслушать-то выслушали, но тоже. У меня мать, наверное, вот я хотя и говорил, она только поняла, что я переезжаю, как бы осознала, где-то буквально за месяц, когда мы вот эту квартиру продали в Перми и временно к ней на месяц заехали. И тут тогда она только, как сказать, вот. Да мы вообще, честно сказать, мы когда вот за два дня до выезда, верите, нет, вот вроде уже все, уже, все, все, уезжаем. И вот за два дня до выезда, когда уже там уже машину, все, уже подготавливал, все такое, у меня такое прям накатило, и у жены тоже. Что это? А может не уезжать? Вот так, вы знаете, серьезно. И вроде уже как, ну, я же решил, надо, надо, все. А вот настроение уже было как бы так, вроде, а может не уезжать, вроде, вот так вот. А квартиру мы продали, квартиру мы продали, у нас была трехкомнатная квартира в панельном девятиэтажном доме такого советского времени постройки, мы ее продали за 2 900. Кстати, хочу вот сказать, что тоже вот там, ну, и у себя на канале тоже по недвижимости вот и веду темы разговоры. Вот сейчас тоже очень своеобразный год жду, 21 будет, вот, даже прогнозировал его, но. Что интересно, вот по той квартире мы ее купили примерно за 2 850, ну, там, грубо говоря, 6 лет до отъезда. Потом произошел кризис, она у нас упала в цене, потом мы уже, когда планировали переезд, я еще такой думал, блин, думаю, а квартира у нас была там в ипотеке. И я такой думаю, ну, елки-палки, ну, вот, придется продавать еще дешевле, чем купили. И к переезду она вернулась прямо реально на 2 850, на 2 900, то есть вот на те же самые деньги. Вот. В общем, мы квартиру продали, а в Ростове мы изначально, ну, то есть мы, когда же еще вот, если это интересно, то есть я могу рассказать, как мы выбирали город для переезда. Да, ну, вот в Ростове мы не планировали сразу покупать квартиру, потому что в Ростове мы никого не знали, мы никогда там не были, у нас там родственников нет, друзей нет. Все, мы просто ехали в абсолютно незнакомый город, и мы решили, что мы приедем, арендуем квартиру, поживем и решим, если, ну, так сказать, оно нам надо или нет. То есть, если нас, нам устроят, если вот город придется по душе, если мы решим остаться, тогда мы уже будем решать проблему с жильем. Но до этого, до этого, вот когда мы в Анапу начали ездить, мы купили квартиру в Анапе, дистанционно покупали в новостройке, тоже опять по ипотеке. Вот. И у нас квартира была сдана в конце 2019 года, как раз накануне вот этого нового года, в прошлом году, только была сдана. То есть, мы когда переезжали в Ростов-на-Дону, у нас еще квартиры в Анапе не было, дом еще строился. Вот, потому что мы решили, где мы не будем жить на юге, то есть, мы решили, что у нас будет квартира в Анапе для оздоровления детей, для летнего отдыха. Вот. Хотя на самом деле, те, кто вот, и могу сразу сдать совет, если вы редко ездите вот так вот на месяц всего лишь на море, то реально получается не покупать жилую недвижимость, а проще где-то деньги более доходно разместить, арендовать и не быть привязанным, кстати, там, можно сегодня в Геленджике, завтра, следующее лето там в Анапе, потом в Сочи, потом в Турции, то есть, вот это будет более выгодно по деньгам, чем покупать квартиру. Вот. Это я сразу такой совет даю. Тоже вся на канале делал специальный ролик с расчетами, буду еще тоже обновлять. Ну, каждый может даже сам посчитать, в принципе. В Перми, я так понял, что тебя так-то в целом вроде бы и устраивало все, да, кроме вот здоровья? Ну, получается, что да. Понимаете, это был, ну, как город с детства, у меня все устраивало. Пермь вообще неплохой город, то есть, он, предположим, промышленно развитый, да, он чистый, он такой уже, тоже развивается сейчас, такой, в лучшую сторону. Там есть прекрасная река Кама, леса, там, Чусовая рядом. То есть, вот, с точки зрения, например, в свое время, например, я не хотел в Екатеринбург ехать, думаю, блин, а как они так без реки живут? Ну, такое тоже, скажем, не совсем, конечно, но вот, я, видите, в детстве просто очень много на реке время проводил, это греблей занимался, поэтому у меня вот как-то вот такая, мне наличие реки, либо моря, это воды, короче, это для меня такой психологический плюс большой, вот. И, так, а что я... Давай, давай тогда, пока пауза сложилась, я тебя спрошу все-таки про переезд в Ростов. Вот вы, Ростов, ты говоришь, выбирали, ну, то есть, почему не Краснодар, почему Ростов? Ну, смотрите, то есть, когда я стал убалтывать жену про переезд на юг, значит, она, ну, и она категорически отказалась жить в Анапе. Вот, я говорю, так, так, ты, говорю, Таня, ну, это ее Таня зовут, говорю, Таня, ну, ты, вроде, она говорит, ты, говорит, вот она все сказала, я не поеду жить в Анапу. Анапа, говорит, это дыра, это типа деревня, говорит, мне, говорит, такого не надо. Она сама, скажем так, до юности жила в Добрянка, город есть в Пермской области, недалеко от Перми, и она вот из маленького города потом переехала, так сказать, в Большой Пермь, и она говорит, мне, говорит, обратно в маленький город, я, говорит, вообще не хочу, типа, это... И вот, значит, такое категорическое условие она мне выставила, ну, я что, я говорю, ну, хорошо, ладно, потому что я инициатор был переезда, она не хотела переезжать. И вот, кстати, такая психологическая проблема для всех, кто будет переезжать с семьями, у вас кто-то один будет хотеть переезжать, а кто-то не будет хотеть переезжать. И вот инициаторам, в данном случае, как я в семье, например, вам надо будет прилагать такие определенные усилия и психологическую поддержку оказывать в своей второй половине с тем, чтобы, ну, и продумать как следует. Вот, может, позднее вот в интервью вот коснемся этих вопросов. Ну, и все. Раз она сказала категорически нет, она сказала, мне нужен крупный город. Я стал смотреть. Смотрим, открываем карту. Что на юге у нас? У нас на юге, получается, крупные города. Это Ставрополь, значит, он не миллионник. Ростов-на-Дону миллионник, Краснодар миллионник. Ну, фактически он уже и тогда был уже под миллион, сейчас он уже миллионник. Дальше смотрим вдоль побережья. У нас идет Сочи, Новороссийск, крупные города, Севастополь. Все остальное там, предположим, Геленджик – это абсолютно мелкий город, топ-то, мелкий город там. Ну, Анапа, он пока небольшой город. Вот. Ну, и, соответственно, начали после этого, выбрали. То есть, получается, Севастополь мы сразу отвергли, Симферополь, Крым. Ну, ввиду такой политической нестабильности и всего такого, там же неизвестно, что дальше-то будет. Вот. Сейчас, так я не знаю, с отсутствием воды тоже вообще, как скажем, переезжать. Так вот те, кто может собирается в Крым, так лишний раз подумать там, как там, видите, тут по Симу-Югу сейчас проблема-то с водой уже. Дальше. Вот. В Сочи мы, в Сочи мы отвергли по двум причинам. Потому что, ну, все же хотят, когда все вот, про переезд на море, все сразу Сочи, Сочи, Сочи. Ну, и мы так же, короче, мы, короче, стали, значит, Сочи смотреть. Во-первых, в Сочи нам не подходило, туда нельзя переезжать астматиком. То есть у нас сын. А там очень влажный климат, он противопоказан людям с астмой. Вот. Ну, и второй вопрос, это был, конечно, по недвижимости, то, что очень дорого. А сейчас, конечно, Сочи, Сочи у нас, это, я его называю, это такое мое собственное выражение, причерноморский микрорайон Москвы, причерноморский район Москвы. В общем, по сути, там уже, конечно, он и будет еще, уже цены московские, ну, и он и будет, наверное, может быть, даже еще более подороже, чем Москвы. Это такое уже, знаете, становится город, для москвичей город престижа, скажем так. То есть у всякого уважающегося москвича, то есть, соответственно, если у тебя есть квартира в Москве, то есть как так у тебя нету в Сочи квартиры, например, понимаете? Там уже такая московская туса, по существу. Вот такой, ну, реально такой, знаете, пригород. Вот, ну, и там все условия, то есть горнолыжный курорт, казино, то есть федеральный центр, соответственно, там вот этот Сириус федеральный центр. То есть внимание уделяется, деньги вливаются, резиденция президента там, даже если он там, как сейчас уйдет, говорят, Путин транзит, то есть, соответственно, все равно он там жить будет, всегда будет такое внимание. Ну и все, сейчас туда, если кто собирается, ну, смотрите, у вас получается выбор, или идти в Сочи, или по этим же ценам покупаете квартиру в Москве. По сути, там сейчас, сейчас там так. Сочи понятно, а Краснодар почему исключили? Значит, сначала мы загорелись на Краснодар. Ну, вот такое, я тоже там, Краснодар, Краснодар. Значит, да, по логике вот так мы и было. Мы отказались от Сочи, давай смотреть Краснодар. У нас, кстати, так и было на втором месте. Значит, сначала Краснодар, потом стали, слава богу, сейчас есть интернет, короче, стали смотреть, ну, просто тупо поднимать, смотреть, какие учебные заведения там, что там такое, что представляет из себя, ролики смотреть, видео смотреть. И отказались от Краснодара, потому что поняли, что по климату это тяжелый город. Вот, значит, подробнее могу рассказать и попозже, или сейчас рассказать? Да, давай только, ну, не сильно подробно, потому что столько хочется спросить всего. Ну, смотри, хорошо, давайте тогда в сравнении с Ростовом я тогда по климат затрону. Короче, мы от Краснодара отказались из-за того, что, то есть, большой миграционный прирост, непутевый город, все натыкано, застроены большие пробки. И, в общем, короче, вот все вот эти причины, мы отказались от Краснодара, что стали больше изучать, короче, нам как-то вот решили отказаться. И вот потом Ростов, да, пришел, второй город-миллионник на юге. Ну, потом стали смотреть Новороссийск, значит, соответственно, кстати, вот мы недооценили Новороссийск, я сразу скажу. Мы глянули Новороссийск, вроде город такой немаленький, там, скажем, официально там тысяч триста, но реально там сейчас где-то под полмиллиона живет, вот перепись, наверное, покажет. Значит, у нас то, что там нет воды, проблема с водой. Сейчас я сразу скажу, что в Новороссийске, то есть, это техническая проблема, там обновляют новый водовод, его ведут, там эту проблему решат. Кстати, кто будет покупать квартиру в Новороссийске, там что интересно, там, например, покупаешь квартиру, да, в некоторых объявлениях прямо пишут, например, в центральном районе там проблем с водой нет. Есть район, где воду дают по расписанию, да. В Геленджике, например, опять же, тоже в этом году, это же, говорю, проблема юга сейчас стала. В Геленджике, например, тоже сейчас так же воду дают только по расписанию. И люди, которые там от Геленджик, Геленджик, тоже все дорого, там в квартиры напокупали дорогие. А сейчас, вот представляете, вот ты приедешь на отдых, у тебя воды нет, она тебе только там вечером часа на два дается. Вот тоже проблема. А когда мы уже переехали в Анапу, она находится всего лишь в 40 минутах от Новороссийска, и мы приехали в Новороссийск, у меня жена, когда мы заехали, такая, какая красота, ну там горы, короче, вот это все, залив, это все дела. И она говорит, блин, если бы я знал, что такое Новороссийск, мы бы поехали с тобой в Новороссийск, наверное. Но Новороссийск, в принципе, город прикольный, он есть по занятости, то есть, ну, естественно, там есть море, кто кому надо на море, там нормально с занятостью, потому что это крупнейший такой порт, там такой, он индустриальный, такой развитый, потом там много воинских частей, вот, что можно сказать, это с точки зрения безопасности, да, то есть это достаточно безопасно, вот. Вот, дальше, в Новороссийске много нормальных торговых центров, потому что вот мы сейчас живем в Анапе, вот это, короче, это реально, это когда ты попадаешь в маленький город, вот ощущается нехватка вот привычного уровня качества услуг и вот этого потребительского поведения. Там нормальные торговые центры в Новороссийске, вот, такой он зеленый город, там много такого, конечно, обрешало жилья, в новых микрорайонах мы еще не были, вот так вот. Такой прикольный город, честно сказать, город нормальный. Вот, там есть высшее учебное заведение, там есть нормальное учебное заведение среднего, по-моему, вот у них школы есть нормальные. Вот, но вот нас тогда с водой смутила ситуация, мы от Новороссийска отказались. Ну и, соответственно, чувствуется, тут мелкие города мы в расчет уже не брали, от Крыма, так я уже сказал, отказались. Стали смотреть Ростов-на-Дону и решили, что Ростов-на-Дону по сравнению с Краснодаром более путевый город. Вот, и не ошиблись, кстати, вот в этом. Давай, давай тогда перейдем к Ростову-на-Дону, расскажи, когда вы переехали, какие у вас были ощущения и как вообще все складывалось? Вообще, конечно, вот мы переезжали, то есть получается как, еще раз скажу, что в Ростове ни разу не были, родственников, друзей не было. И это, честно сказать, такая была авантюра, я вот сейчас думаю, вспоминаю. Я бы во второй раз так вообще бы не сделал ни за что. Как мы сделали это вообще? То есть я, смотрите, что сделал. Мы взяли, все продали, да? Самая большая проблема, знаете, в чем была? Ростову оказалось продать легче, чем растолкать всякую бытовую технику, все, что надо. Понимаете? Вот, потому что мы решили, нафига это нам с собой вести? Нам, в принципе, уже, как сказать, это было там, она не была какой-то новой и суперской, чтобы ее с собой тащить, например, как некоторые люди. Вот, мы решили, что на новом месте все купим новое. Но вы понимаете, это же не выкинешь, это все, в принципе, было такое хорошее, там, приличное. И вот к одним возьмете, нет, не надо, другим, блин, кое-как, короче, ладно, вот Брахт мне помог, там, просто даже тупо ему что-то вывезли на склад, оставили, говорю, потом кому-нибудь отдашь, там, игрушки классные целые, там, всех, там, весь дома бегали, всем растолкали, даже там, где жили. Вот, и собрали, значит, вещи, которые нам, мы решили, я упаковал в коробки, отправил их транспортной компании, получалось так, что я сделал, скажем, у меня даже получилось три ходки в эту транспортную компанию, коробки я сдал с тем, что они неделю едут, и как раз пока они едут неделю, мы на машине поедем туда, в Ростов, доедем. Вот, у меня был такой расчет, вот, ну, казалось, еще столько вещей, короче, и поэтому у меня пришлось сделать аж три ходки, вот, даже детскую кроватку мы с собой туда отправили от транспорта компании, потому что Веронике, это у меня самая младшая, ей тогда было два года, и жена сказала, типа, ну, вместе я что буду, типа, блин, ей надо сразу где-то спать, я что, типа, будет там бегать кровать искать, что ли, детскую, давай отправляй, в общем, кровать сложил, отправил, тоже упаковал, отдельно, вот, и мы тупо, там, грубо говоря, машину подогнал, слава богу, что у меня самая великолепная машина в стране, это Lada Largus Cross, это машина абсолютно резиновая, в ней можно запихать абсолютно все, короче, вот, и мы, у нас получается, я, жена, трое детей, на тот момент это было, получается, восемь лет, почти семь и два года, мы забили полностью Largus, забили все под ноги, в общем, сели в машину, затолкались, то есть загрузились там, начали в один день, я практически до середины ночи грузился, под утро, проснулись, уселись, ужались и поехали, короче, всей семьей, ни разу я по трассам не ездил по всей стране, короче, у нас было такое семейное путешествие, очень переживали, как перенесут дети, дети вообще перенесли это все великолепно, только вот Вероника у нас постоянно ревела, в кресле не сидела, на руках у Татьяны все, и сиську надо было, да еще что-нибудь, нам менты встречались где-то раза 3-4, но нас ни разу не тормозили вообще, и мы так, слава богу, доехали, короче, это, и вообще, дети перенесли, к удивлению, все замечательно, пришла проездка, вот, в переезде я ошибся, сразу могу сказать, короче, был какой косяк, я неправильно рассчитал маршрут, я думал, мы доедем за два дня, на самом деле, если вот кто вот слушает, будете переезжать на своей машине, почему на своей машине, потому что это выходило дешевле, получается, раза в три, у нас семья большая, еще куча вещей, которые уходят, ну, как там, компьютер, например, да, там, мониторы, их не отправишь каким-то багажом, это все, там, бумаги, там, эти, значит, документы, там, еще какие-то такие вещи, и мы решили, что мы вот на машине будем переезжать, не более чего, у нас машина, взяли как раз на конуне переезда, новая, раз, до Ростова, вот, ну, и так решили, поедем, про путешественную страну, посмотрим, какой у меня был косяк, то есть, смотрите, когда вы, если вы будете так же переезжать на машине, и будете расстояние считать, сколько вы будете ехать, закладывайте, во-первых, туда нормальное, не надо, значит, экономить на ночном отдыхе, то есть, берите полноценную гостиницу, не надо там гнать ночь, и время движения рассчитывайте 60 км в час по трассам, вот. Это реальная скорость, с которой вы сможете доехать до юга, 60 км в час, потому что вы где-то будете останавливаться, где-то пробки, где-то ремонты, вот, мне главное, брат перед этим так и рассказывал, что, говорит, ты рассчитывай трассу 60 км, потому что он по стране уже гонял, как бы, это, на машине, вот, я ему так как-то не поверил, говорю, как так 60, ну, наверное, где-то 80-90, все равно буду ехать там, ладно уж там, ну, ну, так оно и оказалось, и в результате, получается, мы до Ростова ехали две ночи и три дня, мы в Ростов заехали поздно вечером, ночью уже, под ночь, ну, где-то часов 11 мы в Ростов доехали. Две ночи мы в гостиницах спали, и вот тоже, как сказать, еще такой совет крайний, никогда, всегда придерживайтесь трасс, именно федеральных трасс, вот такие, как там М4, например. Если вам этот Яндекс.Навигатор, блин, тоже строят какую-нибудь дорогу в стороне от трассы, ни в коем случае туда не суетесь, вот, даже если она чуть короче, как он там вам рисует и по времени, это, на самом деле, это ошибка, вот, и тоже вот наблюдали, тоже люди вот спешили, две смертельных аварии на наших глазах мы проезжали, вот, наблюдали, вот, слава богу, там дети живы остались. Вот, так что, вот, если будете приезжать, лучше идти спокойно, лучше в лишний раз в гостинице заночевать, это самое, и сделать это для себя, как такое, как путешествие по стране, в расслабоне, понимаете? Потому что, не знаю, чтобы этот переезд оказался последним событием в вашей жизни, вот так вот. Спасибо, Андрей, давай немножко укрупнять наш разговор, потому что у нас получается, что полчаса мы уже говорим, все очень интересно, но хотелось бы больше информации у тебя получить. Вот, расскажи, как вы искали жилье и, ну, об аренду, я так понимаю, да, за сколько вы нашли, и как вот первые впечатления у вас все-таки были? Короче, мы приехали в Ростов в ночь, а там еще летом тоже все там, нашли, в общем, гостевой дом, причем там такие тоже в Ростове, знаете, там многие такие, эти, в общем, нашли, короче, там надо быть настроены, что там тоже, знаете, со всего пытаются содрать денег, и все такое, короче, мы нашли, гостевой дом заехали ночью, вот, значит, кое-как нашли. Ну, это был косяк, потому что сейчас все можно сделать заранее. Совет, если кто-то едет, может кто-то вперед выход из семьи, арендовать спокойно один, а потом всю семью тащить, это, конечно, лучше. Сейчас можно все через интернет бронировать, тогда мы на косячи, мы так вот сорвались и поехали, я говорю, что это была авантюра. В общем, с утра я встаю, Татьяна у меня вся в стрессе, вся, короче, такая, еще и потрясывает, это в этом гостевом доме, вот тут опять красота, все уже на юге, все чувствуется, прям этот зеленый двор. Вот, я детей выгнал, сказал, все, ищи аренду. Она села на телефон, давая по Авито звонить, просидела на телефоне, короче, примерно часа три, и нашла, в принципе, там было два района, которые мы планировали, нашла, в общем, два варианта. Мы звонили с договора и спрыгнули в машину, съездили, приехали, одна квартира была от собственника, одна была от риэлтора, через риэлтора, одну посмотрели, и на второе остановились, и все, сняли квартиру. У нас была квартира в Ростове, мы сняли за 12 тысяч рублей, то есть это был 2019 год, с 12 тысяч рублей плюс коммуналка. А сколько комнат? А это была двухкомнатная квартира, она была без кондиционера, причем достаточно солнечная сторона, вот. Ну, мы как, мы одну гнаду, одна была очень убита, а это заехали более-менее нормально, нас, что нам не испугать, в тунические годы, кто где жил, кто в армии служил, того никем не напугаешь, и все, и мы устроили, там была стиралка была, эта ванна была в нормальном состоянии, холодильник был, это все, в общем, микроволновки только не было. А так все остальное, там мебель, да это я наплевать, что было, там все нормально. Ковров было целая куча, их там дедушка и бабушка жили, в общем, ковры я все скатал, закинул эти, и все, и там. А и везде так, чистенько, аккуратненько было, нормально. А далеко от центра сколько ехать на машине? Мы, получается, сняли в Ростове, есть такой район западный, он же советский район, это такой, знаете, считается такой вообще нормальный район, там, ну, он действительно такой удобный для комфортного проживания, до центра там было минут, наверное, на машине минут 15, вот так вот. Да, вообще, ну, как-то вот удачно, вообще нормальный район западный вообще. Если мы в Ростов вернемся, если вернемся в Ростов обратно, все-таки переедем, то, наверное, будем там на западном искать жилье. Почему вы не остались в Ростове? Вообще, когда мы приехали в Ростов, вот я вышел на следующее утро, да, ну, как, вот мы сняли ночь, бухнулись, уснули, а, нет, это же утром было. Короче, мы вот как заехали, потом все, праздник организовали, поехали там, пошли в магазин, устроили такой, значит, праздник, все, распаковались, сели спать. На следующее время я выхожу, знаете, вот для меня абсолютно город, как будто я, ну, абсолютно комфортный психологический город. То есть, вот, что я у себя дома, что тут, все одно и то же. Единственное, что вот тут везде виноград, солнце светит и тепло, вот так вот. Вот, жене, и вот у нас процесс привыкания был, поначалу жене, жена, вот у меня же говорил, что она не хотела приезжать, то есть, ей не нравился Ростов, ей не нравилась жара, дети акклиматизировались. То есть, примерно за три недели к жаре привыкли, вот уже не жаловались, не пищали. А я как-то сразу, мне вообще было комфортно, город как город, вообще прикольно, как сказать, и жара. К самому удивлению, мы когда приезжали, мы считали, что я самое слабое звено, что я в Перми очень плохо переносил жару, а Таня у меня родом из Узбекистана, мы думали, что она будет жару переносить вообще нормально. Оказалось, наоборот, я в Ростове абсолютно для меня абсолютно комфортная обстановка, ну, тепло, ничего не жарко, ну, жарко, ну, как-то, ну, не пекло. А вот Татьяна у меня прямо вся, она психовала, ну, и привела, конечно, там вот эти, ой. Вот. Слушай, ты сейчас не жалеешь, что вообще все это затею? Нет, я очень доволен. Юг это, вот я вот уже пожил, юг это мое. Они у меня до сих пор, первый год они у меня, вот реально один, первый год они беспросто, зима, тут же нет зимы. Ну, как, вернее, как сказать-то. Вот здесь осень, как на юге, это как день сурка, то есть здесь не осень, а здесь как продолжающееся лето, да, то есть, например. А потом вроде уже, например, скажем так, ноябрь-декабрь, вроде и какая-то, знаете, тепло, листья уже там, например, облетели, сухо, и какое-то затяжное какое-то состояние осени, но при этом оно солнечное. И, а уже, как сказать, уже психологически как-то, ну, как бы, должна же быть зима. Вот это привыкли уже к смене резкой климата, да? И вот это оно, например, на Таню оно давило. Я говорю, да что, ну, подумаешь какая-то однотонность? Ну, да, ну, смотри, зато каждый день солнышко, то есть, выходишь, тепло, солнышко, идешь, как-то весело, позитивно. Понимаете, не как вот, например, там где-то на Урале, Сибири выходишь, например, осенью, везде грязно, сыр, и ты идешь, вымокнешь, грязные, блин, все, машины грязные, сырые, блин, не погуляешь с детям. Нет, постоянно солнышко как-то, но на нее вот это давило. И у меня первый год они все жаловались, они постоянно там в Пермь, там вот, вернутся, там дети вспоминали, их друзья, вот там это. И вот все, снег, вот снег еще, и давай тут родственники по видеосвязи звонят, снег покажут, все, у них там, короче, ностальгия по снегу. А потом в Ростове была зима, пришла, и что это замечательно, вот чем хорош Ростов-на-Дону, что там есть реальная зима, там есть реальный снег, она там примерно, скажем, неделю-полторы была вот в том году. И вы знаете, я такое удивление, это знаете, вот как сказать, это такой наступает праздник. Весь Ростов вываливает на улицу дети, там еще он холмистый, это все в снегу. И у них у всех лежат санки, ледянки, это все лежит вот именно. И вот наступает этот радостный момент, выпадает снег, и все ростовчане с детьми. Вы столько народу на улице никогда не увидите, как тогда, когда выпадает снег. Там весь Ростов. Потому что когда, вот, например, осень, там даже дети мало гуляют, они сидят тут по домам. Потому что там такое, знаете, вот на юге еще такая особенность, предположим. Вроде сухо, но при этом земля влажная, и она очень липкая. И, соответственно, дети выходят, они постоянно чушь, что они сразу там упал, он сразу весь пачкается. Они все в грязи постоянно. Вот ногами только встал где-то на землю с асфальта, там такой налипает сразу ком. Он когда высыхает, он так прям целиком не отваливается. Такая вот особенность. Вот, поэтому вообще, кто вот будет переезжать, да, соответственно, кто привык к снегу. Ну, вот, например, как сказать, редкие такие мгновения есть. Вот в Анапе, вот я вот сейчас сижу в машине, у нас вот снег выпадал до Нового года. Была зима четыре дня. Снег лежал, тут снеговики, дети все кувыркались, тоже все повысыпали. Такое вот на три дня зима была, снег все повидали, воспоминания освежили. И вот сегодня у нас ноль градусов, предположим, 10 января. Вот в Новогодние-то у нас же была вообще плюсовая температура, по 20 градусов солнца. Вот тут все вон, эти, по Турстам, люди уже некоторые, так даже и приезжие купались, сразу было видно. А на Пчане-то, конечно, уже живет, они, конечно, не купаются, что-нибудь, дураки, что ли. А вот это приезжие-то, даже кто был, они там все плюхались, море загорали. Вот, а сейчас вот, например, сегодня ноль градусов, тоже снежок выпал. Шел дождик, и сейчас сижу с машиной, все снегу, например, немножко на этом. А в Ростове вот такая, Ростов, если в Краснодаре тоже снег выпал и тут же стаял, то в Ростове, например, зима есть. И это прекрасно, я вам скажу. Если сравнить Ростов и Краснодар по климату, вот давайте уж сразу коснемся, то смотрите. Ростов более комфортный по климату, в нем более сухой воздух. Это знаете, вот как, почему, например, в сауне более высокую температуру человек легче переносит, потому что там более сухо. Так же и здесь. Краснодар – это пекло. Там повышенная влажность, поэтому люди очень тяжело переносят в Краснодаре жару. В Ростове, вот я стою, вроде там 36 градусов, да, например, и в Ростове еще постоянно дует ветерок. В Краснодаре нету ветра, вот стоит просто тупо пекло и без ветра, понимаете? А в Ростове постоянно дует ветер, постоянно. Причем в Ростовщине они такие понтерезы еще тоже, да? Ну, ты можешь про менталитет поговорить, если время будет. Они считают, что ой, у нас тут ветра, ветра. Блин, я вам так скажу. Вот в Анапе зимой вот это ветра. Тут пипец как дискомфортно, когда ветер дует в приотрицательном, ну, температуре около вот таких нулевых. И где-нибудь там плюс 5, и тут ветер. Тут, знаете, какой дубак? Как сказать, не дубак, а очень дискомфортно. И в Новороссийске вот там ветра, так ветра могут быть, да? А то, что они там в Ростовчане называют сильными ветрами, там было-то за всю вот этот осенне-зимний период, буквально дня по 3-4 дул такой достаточно сильный ветер, но он был теплый. Там вот все эти ветра, они теплые, они такие комфортные. А летом эти ветра, это вообще кайфово, потому что ты только берешь, встаешь в любой тенек, и ты не ощущаешь абсолютно никакой жиры. Тебя так приятно обдувает, это такое комфортное состояние в Ростове, вообще классно. Там воздух, я уже сказал, что суше, и там вот, например, даже чувствуется по коже, кожа начинает сохнуть, такая более сухая становится кожа, вот. Это серьезно, прям, она такая, знаете, вот надо вот эти влажняющие крема, прям она реально такая становится суховатая вот из-за этого климата. Вот, поэтому климат, вот у нас даже соседка вот здесь в Анапе, да, она, предположим, сама коренная, всю жизнь живет здесь на Кубане, в Краснодарском крае, в Анапе, она приехала, ее в командировку поставили с Анапы в Краснодар. В Анапе климат тоже чуть комфортнее, чем в Краснодаре, градусов на 5, наверное, вот. И тут еще ветер тоже, море как-то, и она приехала в Краснодар, она там взвыла, понимаете, человек местный, всю жизнь прожила в Анапе, приехала, вроде что, тут 180 километров до Краснодара, но она там взвыла, пока месяц вот была в командировке, говорит, это ужас, как там люди живут. То есть это надо иметь, потому что многие вот так и пишут, что приезжают, например, и это вот это климат, сложное привыкание для некоторых может оказаться. Поэтому в Ростове рекомендую, вообще Ростов рекомендую для переезда. Очень красивый город, очень прекрасный, архитектура очень интересная, он такой забавный. Есть река Дон, если, например, в Краснодаре, это вообще не река, это просто такая, знаете, канализационный сток по существу, которому абсолютно нельзя купаться из-за того, что он химически загрязненный, он просто тупо в него вся канализация сливается в реальную. Он такой же, она мелкая, она сама по себе, она не широкая, это такая речушка, Кубань на самом деле. Ну при этом там очень водовороты еще есть такие, она такое неровное дно, и там регулярно на ней тонут дети. Там вот где-то в сельских районах, видать, кто все-таки лезет. В Ростове на Дону, да, Дон, это все-таки уже, он, конечно, у меня было такое легкое разочарование, потому что Кама это все-таки река, если уж кто из Сибири пьет, то уж тем более. Но при этом это все-таки серьезная такая, как сказать, более-менее река в некоторых местах, он прям широкий. Там еще впадает Оксай-река, там рыбы, пипец там рыбы. Вот кто рыбак, то это вам в Ростов-на-Дону, это прекрасный там отдых. Там, понимаете, вот Дон-Труженик, там реально, то есть я в первый раз увидел такое судоходное движение. Знаете, у меня своя собственная поговорка тоже есть, что по Дону сюда ходят чаще, чем трамваи по Ростову. Какой он забавный. В Дону, предположим, вы можете купаться. Мы там купались, да, можно купаться. Не очень комфортно, там такое дно с этими острыми ракушечками, но там можно искупаться. Вот в Краснодаре вы не искупаетесь, с нами столько возможностей куда-то ехать, и вот там эти смешные вот такие городские бассейны, вот эти ванны, блин, где весь город, ну и фонтаны, в которых запрещают купаться. В Ростове вы можете приехать, пожалуйста, хоть в городской черте, но там, конечно, тоже не рекомендуется. А вот чуть выше города, тут же, все, пожалуйста, можете уже купаться на Дону. Вот, затем, соответственно, вот тоже рядом с Ростовом, пожалуйста, есть Азовское море. Вот мы жили, причем не в самую ближнюю точку, а там есть такая Павло-Очаковская коса, но я просто решил посмотреть, потому что люди как там эти, знаете, катсерферы, туда ездят такое, более как бы место такое, ну как бы раскрученное. Вот считайте, вот мы с Западного, с Ростова на Дону, 40 минут на машине, мы на Азовском море, все. Пожалуйста, купайся. Ну вот говорят, я тебя перебью все-таки, многие говорят, что когда про Азовское море идет речь, что это там прям вообще море ни о чем. Ну то есть, что вот Черное море, это да. Там можно купаться, там нормально? Нет, они-то говорят все правильно. И ростовчане, они такие, когда они с нами разговаривают, они такие, где вы купаться-таки, там типа они такие все, мы на Черном море купаемся, типа, типа того на Азовском, типа уважающие себя ростовчане купаться будут. На самом деле, блин, мы приехали, жара, дети хотят купаться, они привыкли, мы в Перми на Каме, там 15 минут каждый день как бы ездили, мы в Дону искупались, и там местные, кстати, тоже купаются, я видел, там плавают. Причем до середины Дона можете по колено дойти, а дальше там фарватеры, вообще удивительно, это дело такое с этими судами. Вот. На самом деле, да, ты приезжаешь на Азовское море, оно, конечно, по сравнению с Черным, ну как сказать, ну да, оно ни о чемное, но это море, но оно такое просто, у него такая особенность. То есть реально большое, там, бескрайнее, можно сказать, море, волны, водичка, она теплая зато, понимаете, как сказать. И когда у тебя жара, купаться, ну ты можешь ездить тоже на карьеры, на озера там, ростовчане, ну я вот, у меня дети с удовольствием, мы приехали, они залезли в это, оно такое еще, как сказать, Азовское море, оно такое мутноватое, постоянно мутная вода. На юге вообще все реки мутные. Вот если у нас на Урале, в Сибири, например, река прозрачная вода, да, там везде реки мутные. И Азовское море, оно такое мутное. Но у меня дети как с разбегу залезли в эту воду, все, они были счастливы. И вот такая возможность у ростовчан, что вот вы приедете в Ростов-на-Дону, и у вас 40 минут, вы на море, и вы отдыхаете, понимаете. В Краснодаре у вас такого не будет. В Краснодаре вы должны будете в пробках пиликать куда? До Черного моря или до того же Азовского, кстати. Вот ты можешь сказать, по твоему мнению, почему люди так массово едут в Краснодар и не берут во внимание Ростов-на-Дону? Хотя это, в принципе, два южных и миллионника города. Я считаю, что это следствие такого скоропалительного принятия решения, основываясь чисто вот на такой, на пиар-акции Краснодарского края. Краснодарский край, это рай, турлиля, все такое. Ну, то есть, это возможно заблуждение, да, то, что люди не рассматривают Ростов. Это люди просто, это надо, это люди, которые забыли посмотреть на карту и забыли сравнить два города. Вот. Вот. причем, мне вот тоже, вот меня подписчики, например, на канале тоже пишут, например, есть Ставрополь, тоже, его почему-то тоже никто не замечает. Ставрополь тоже областной центр, очень красивый, очень комфортный там климат. Вот. Там по работе пишут тоже, ну, сейчас, знаете, как, сейчас, в Анапе тоже по работе проблемы, понимаете? Я вот тут много чего могу говорить по работе, рассказать, мне тут жена работающая, рынок труда. Юг, он весь такой, понимаете? Я еще сразу хочу сказать, вот пока вспомнил, все, кто приезжает на Юг, настроитесь на то, кто приезжает из Центральной России, из Сибири, из Урала. Юг, он в своем развитии отстает примерно лет на пять, на семь. Это как вы на машине времени вернетесь в прошлое. Он, Юг, это такая особенность, да. Во всем, в мелочах, в организации медицины, в образовании, в транспорте, реально, ты возвращаешься на пять, на семь лет назад улетаешь. Это вот такая особенность ихнего менталитета была, так сказать. Сейчас это все, конечно, меняется, вот то, что приезжие здесь, надо понимать, что всю жизнь была вот такая, жизнь расслаблена, климат, коррупционные связи, кумовство и все такое. Понимаете, не надо ничего особо было париться. Здесь до сих пор власти такие, знаете. Вот при этом, вот что мне нравится, предположим, Краснодар, он сейчас, я могу так сказать, что у Ростова, как у города, есть проблема, это абсолютно бестолковая власть, властная структура в организации, в организации, что области, что города. В Краснодаре была такая же фигня и проблема, как в Анапе сейчас, это слава богу, там пришла новая команда, и они пытаются из Краснодара сделать конфетку. И они сделают из Краснодара конфетку. Вот я бы сказал, что в Краснодар можно ехать лет через пять, вообще будет. И я думаю, что вот это соревнование двух городов, хотя Ростов считается столицей Южно-Федерального округа, в свое время Пермь и Екатеринбург были так же, и Екатеринбург в свое время был от Сталичей Пермь, между прочим, в начале 20 века, сейчас Екатеринбург переплюнул, естественно, что Пермь. Сейчас из Перми уезжает молодежь, тот же Екатеринбург. И в этом соревновании Краснодар может вырваться вперед, потому что в нем сейчас полковая команда. Краснодар сейчас пытается сделать в путний город. Отдельно можно сказать спасибо Сергею Галицкому, который сделал этот парк Галицкого, вот там рядом со стадионом, который стал такой, опять же, изюминкой города. В Ростове, Ростов прекрасный город. У меня вот, я вначале говорил, что у нас приехали когда семья, и мне понравился Ростов, они пищали в Пермь. Когда мы уезжали из Ростова, слушайте, они у меня, знаете, и я вдруг осознал, что я, это необъяснимо, но я за 10, я всего лишь прожил 10 месяцев в Ростове, но я в него как-то влюбился серьезно. У меня вся семья учает по Ростову. Это удивительно, это, как сказать, он такой, он настолько, он такой какой-то душевный, он какой-то, он такой несуразный, он такой, у меня вот тоже ролик, две ассоциации с Ростовом есть, вот. Он такой, понимаете, он такой, он такой, какой-то, настолько своеобразный, и мощный, широкий. Он такой, понимаете, когда я вот, после Перми, я думал, Пермь это крупный город, который, да, но я всю жизнь его считал, он действительно крупный город, миллионник, но когда я приехал в Ростов, я понял, что, блин, Пермь это, слушайте, это такой, ну, хороший, но провинциальный, небольшой город оказывается, а там, в Ростове, широкие проспекты, значит, улицы, вот, я когда смотрю в Краснодаре, я думаю, господи, если мы перейдем, все-таки придется ехать в Краснодар, думаю, господи, это ужас какой-то, знаете, это, улицы в Ростове, это мечта всех краснодарцев, я вам так скажу, там даже вот просто, если идет не основная какая-то дорога, да, там пойдет по какой-нибудь поселку, ну, по району какому-нибудь, понимаете, она может идти в три ряда, четыре ряда, понимаете, то есть вот, это мне очень понравилось, шикарный, размашистый, там такие офигительные, вот это, ну, в Краснодаре тоже, это, конечно, торговется, это все есть, Андрей, можно я тебя немножко, все-таки два вопроса у меня важных есть, и которые хотелось бы коснуться, во-первых, это, конечно, менталитет, то, что вот ты сказал, и во-вторых, почему все-таки вы переехали в Анапу-то из Ростова? А еще, смотрите, я упомянул, пока не забыл, Ростов, он более индустриальный, чем Краснодар, поэтому, если вот с работой, даже мне рассказывали, что с Краснодара некоторые в Ростов едут именно по работе работать, вот такой тоже момент, он более разный, индустриальный, Ростов-на-Дону, такой, это важный момент, вот, по образованию, там, очень высшего учеба заведения, такие, ну, исторически очень крупные и серьезные такие, значит, поминь, значит, вот эти байки про кубаноидов, да, которые в Краснодарском крае, это все в прошлом, на самом деле, сейчас только переехала в Краснодарский край, здесь абсолютно все те же самые люди, все тот же Урал, Сибирь и все остальные, они размыли этих всех кубаноидов, кубаноидов, вы смотрите, наверное, где-то в станицах и в хуторах, везде все остальные, это все те же наши люди, Сибирь и Урала, а в Ростове, в Ростове, причем, смотрите, мы приехали в Ростов, в Ростове, сразу, там у них шо, 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 шо там, г-г-г, вот это, да, забавно, этот говор такой, когда мы приехали в Анапу, в Анапу сюда приехали, мы заметили, что здесь, ты не заразился, да, этим, обычно это заразная штука, я не заразился, но дети у меня, дети у меня стали шокать, и жена, и жена, она в шутку начала, так же, поговаривать, как вот на рынках говорят, там, да боже ж мой, там вот это, да шо вы говорите, да шо вы такое-то, вот это, вот она стала, это, стала прилипать, и я к своему, да, я иногда тоже стал шокать, но стал говорить, это что такое, как сказать, ну-ка, пацанам еще кто же говорит, ну-ка, с Урала вы, мы не шокаем, мы чокаем, здесь в Анапу например, здесь такого уже нет, здесь тоже столько приезжих, что здесь абсолютно местного какого-то говора нет. В Ростове, смотрите, Ростов это уникальный город, это такая солянка типа Америки. Кого там только нет. Я когда мы пришли 1 сентября в школу на линейку, ё-моё, я ржал там короче, там знаете, всех цветов, видов, кожи, каких только смесей нету. Да, это самое, это вообще, то есть он, там же ещё видите учебное заведение, в которое всю жизнь с советских времён приезжали учиться студенты, эти международники. То есть если, то есть там очень много чернокожих на улицах, предположим, там, то есть это вот такая, знаете, картинка обычная, что может быть даже уже стандартно, если там в Перми увидишь, там где-то, ну, скажем так, это афроамериканцы, да, вот так вот корректно выражаясь. Значит, там все, о, там, например. А в Ростове их там столько, что ты вот там, или картина, и бегут, например, два негритёнка, да, маленьких чёрненьких таких, и кричат, мама, 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 впереди такая беленькая идёт, абсолютно славянка, например. И Ростов, это вторая столица армян, надо понимать, это исторически, то есть он сложился из двух городов, это был Нахичевань, который Армян, это Екатерина предоставила армянам для проживания, которые бежали. Вот. И там это произошло уже настолько слияние, да, то есть, например, знаете, как сказать, там больше чёрного цвета в Ростове, то есть чёрных волос, чёрных глаз, больше носатеньких таких. Но при этом, например, они уже настолько, вот эти армяне, там уж кто жили, они настолько уже поколениями переплелись, что вот смотришь, например, у нас мальчишка соседский, Артём, например, смотришь на него, а когда он сказал, что он армянин, у него папа, как сказать, мы вообще не поняли, абсолютно славянский мальчик, что и сестра, понимаете, вот такого. Вот. Очень своеобразно, но они, по менталитету, они, конечно, такие, как вам сказать, вот, ну, в Краснодаре я так не могу сказать, я вам скажу, что в Анапе абсолютно все те же люди, я думаю, что в Краснодаре уже тоже одни и те же наши все уже люди, эти сибиряки, уральцы, а вот в Ростове они, они понторезы, такие, они раздолбаи, это, знаете, у них чувствуется, они, причём, когда им говоришь, они такие довольны становятся, они так улыбаются, говорят, да, мы такие. Для них это раздолбайство, это, знаете, это как, ну, это не есть, не есть плохо, да, мы такие. Вот, у них поэтому, поэтому вот Ростов красивейший город, но он, блин, неухоженный, зараза, ты понимаете, это вообще, меня в шоке просто, это, знаете, вот, я бы, всё бы, собрал бы это их не отчасти, либо поджопу пнул, либо привёз от Анапы и стал бы учиться, как надо порядок на юге наводить, какой должен быть город. И он, его, конечно, сменится, может, придут всё-таки, вот, как в Краснодаре, новая команда пришла, такая уже молодая, такая уже, которая понимает, что, как должен быть город, и они, конечно, Ростов сделают изюминку. Он, Ростов, вот, про него сами рассочарения говорят, называют, что он Санкт-Петербургом южным, да, на самом деле, да, там иногда есть такие большие кварталы, вот, он же был, он, как сказать, такой купеческий, богатейший город, он древнейший город, да, например, в России, и там действительно, там есть кварталы изумительной архитектуры, там, слушайте, там идёшь, ну, там реально, как по Санкт-Петербургу идёшь, солнечный, ну, вот, серьёзно, я не знаю, чё люди прутся в Краснодар, но вот я, вот у меня, мы вот, вот, душа осталась в Ростове, прям скучаем. Андрей, спасибо, спасибо. Потому что я, мы Краснодар, понимаете, заскакивали, я как глянул, блин, у меня такого уныния возникло, конечно. Ну, да, аналогично. Про Напу что спросили? Почему, почему переехали сейчас из Ростова? Ну, смотрите, получилось как, да, с Ростова мы решили, я говорю, Тань, давай оставим квартиру. Она говорит, нет, чё мы, типа, будем платить квартиру, мы уже, как сказать, уже Новый год-то получили, уже дом сдали, мы, типа, там из-за карантина только мы, вот, ещё в майские каникулы хотели сюда приехать, там был этот везде запрет на выезд. Чё мы будем держать квартиру в Ростове? Давай, это, своя квартира в Анабе есть, типа, не будем тратить деньги, поживём, да потом и всё. В результате мы сюда приехали, а тут у нас маленько, там, в августе уже, опа, этот самый, кое-что не сложилось, квартиру там сдали, и, в общем, она сказала, ладно, типа, останемся в Анапе, этот год учебный уже, не хочу дёргаться с детьми, не хочу ничего нового, то есть вот она такая-то уже вся сдёрганная, и, короче, давай останемся, типа, вот на год в Анапе. Ну, я уже убалтывал её после Нового года отсюда уехать, но она, наверное, так всё время пролетело, тут опять январь уже полмесяца, февраль, короткий месяц, там, что там, март, этот, март, апрель, и всё, и там уже опять всё уже, учебный год закончится, скорее всего, мы тут всё-таки до конца учебного года в Анапе досидим. Но в Анапе, я сразу скажу, смотрите, люди некоторые делают ошибку, что её в Анапу под эффектом того, что они здесь отдыхали. Одно дело в Анапе отдыхать, другое дело в Анапе жить. Жена моя, я могу сказать, что сейчас абсолютно была права, когда вот она, там, получается, 4-5 лет назад категорически отказалась в Анапу ехать и переезжать, она была, я подтверждаю, да, категорически с этим, ну, она была абсолютно права. Анапа, люди, вот они, когда приедут отдыхать, они, знаете, такие, вот этот отдых, расслабуха, незабот, нехлопот, климат, море, тепло. Анапа очень маленький город, на самом деле, вот он 5 на 5 километров, это, честно сказать, как два микрорайона. И вот представьте, что вы живёте у себя в городе в двух микрорайонах, без особых торговых центров, без отвлекухи, без зоопарков, без кино, каких-нибудь, как сказать, концертов, всё остальное, что есть в большом городе, вы взводите, честно сказать, вы попробуете сделать эксперимент, вы собираетесь в Анапу поживите у себя в микрорайоне, не вылазя с него месяц, например, или два, понимаете? А потом в центр выберетесь, и вы поймёте, какие мы ощущения испытываем, когда мы в тот же Новороссийск выехали, как мы обрадовались нормальному городу. Здесь, то есть проблема с занятостью, проблема с детскими садами, то есть до трёх лет вы, если в Анапу сейчас приедете, вам дадут место, но после трёх лет вы уже в местный садик, вы не устроитесь, вам дадут где-нибудь в хутор, то есть в Анапу, в Анапу, возить на какой-нибудь соседний хутор. Со школами проблемы не так, а в Краснодаре это тоже, ну тоже две смены, в Краснодаре же вообще, скажем так, жопа, да? Ой, нельзя так говорить в Ютубе. Смотрите, в Краснодаре, вот образование, там переполненные классы, там, по-моему, до буквы «Я» уже, что ли, вот эти, настолько. Там сейчас они тоже кинулись школы строить, так же, как в Анапе, да, по всему Краснодарскому краю. Но дело в том, что вот им надо семь лет беспривно строить, строить и строить, чтобы они по нормам выровнялись. В Ростове такого нет. В Ростове, кстати, со школами всё, вот, нет переполненности. Здесь в Анапе переполненность есть, люди с этим сталкиваются, некоторых даже школ отказываются брать. Значит, в Анапе нормальных школ нету, есть, имеется в виду как, вот, например, скажем, в крупном городе есть, скажем, специализированные школы, там, гуманитарные, там, гимназии по изучению языков, там, например, физико-математические школы, да, например. В Анапе нет такого. Здесь обычные школы, и у вас уровень образования, он будет такой, средненький. Вот. Если вы заботитесь об образовании детей, значит, Анапа не надо её рассматривать для проживания. Лучше он в Новороссийске идти, он с сороками-то рядом. Значит, дальше, значит, в школах, то есть, две смены, детей, ну, человек по 30, вот так вот. Не сильно, так скажем, в классе переполненные. Значит, со спортом здесь проблемы. То есть, нормальных секций, честно сказать, нет. У меня пацаны занимались футболом, то есть, вернее, алмаз, не пацаны, алмаз. Вот в Ростове есть футбольный клуб Ростов для футболистов, есть футбольный клуб Чайка, рекомендую, как Академия, тоже сейчас очень, очень, по примеру Галицкого в Ростове. В Краснодаре есть, естественно, футбольная академия, тоже для футболистов Краснодара. В Анапе это вообще, короче, это никому ничего не надо. Проблема у нас, потому что, как сказать, на алмазы маленько, как родитель ставлю, для футбола здесь проблема. Вот, зато, значит, что здесь есть, зато в Анапе есть плюс бесплатная робототехника, они регулярно призовые места занимают, но туда хрен попадёшь, сразу могу сказать. Вот, потому что очень малое место. Здесь есть, кстати, вот у меня сейчас один из сын пошёл в парусный спорт. Тоже бесплатно, удивительно. Для всё остальное это всё абсолютно платно. То, что я до этого читал, что на юге там бесплатно занятия, там что-то сабы, ещё что-то, нифига, здесь всё за деньги. Вот, значит, в Анапе проблема с занятостью. То есть у меня вот, ну, вакансии, которые предлагали, например, жене, она устала тут на бирже труда, то есть это от 10 до 15 тысяч ей предлагает вакансии. Артём? Да, Андрей, слушай, у нас уже час, часовой разговор. Я не хотел бы что-то вырезать. Может быть, мы, если, например, нашим подписчикам понравится, может быть, мы вторую часть сделаем, потому что я ещё не задал половины вопросов, которые у меня есть. Да, Артём, вот да, вот получилось так, что я ещё могу столько нюансов рассказывать и рассказывать. Если они захотят, им понравится и хотят ещё больше узнавать вот этих нюансов, я могу там писать вопросы заранее, предположим, чтобы вот прям, потому что мне хочется, чтобы люди как меньше совершали ошибок в переезде. Вот, потом могут на канал ко мне заходить. То есть ролики снимают, что про Ростов, что про Анапу, про Житию. Да, ты ведёшь канал, ссылочку мы обязательно оставим в описании. Да, вот так называется, Андрей Мельников канал. А, всё хорошо. Так что проходите, если вам интересно, как вот Андрей рассказывает про свою жизнь в Анапе, то проходите по ссылке и подписывайтесь. Вот. На этом можно заканчивать. Что не рассказало. Да, ну, ладно. Про недвижимость вообще могу сказать море, кстати, информации. Я же её сейчас тут везде анализирую, в ней, как сказать, кручусь. Давай, давай тогда так. Это прям, знаете, это прям тема, тема ещё можно знать. Знаете, это ещё час можно рассказывать нюансы. Как обманывают, какие нюансы, какие цены, куда тенденции. Что реально можно купить там. Что там с землёй, с домами, где лучше жить, где в каких станицах лучше жить. Вот это, знаете, это ещё, честно сказать, на час можно рассказывать. И советовать, куда переезжать и как переезжать. Всё, договорились. Спасибо всем, кто нас послушал, дослушал до конца. Вы настоящие герои. Подписывайтесь на канал Андрея, пишите свои вопросы. И если вам интересно, мы сделаем вторую часть. Всем пока. Вам спасибо. Да, спасибо тебе большое за то, что связался, ну, разрешил, дал возможность провести с тобой разговор. Андрей, пока, всем пока. Артём, удачи, всё, пока, да. Счастливо. Пока. 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 Продолжение следует...